В студии программы «Деньги» Владимир Анатольевич Буланов, заместитель председателя Комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Законодательного собрания Нижегородской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Анатольевич, на минувшей неделе было совершено две важные сделки для Нижегородской области. Первая из них, пожалуй, самая нашумевшая. Это состоялся аукцион при конструкции проспекта «Молодежный». Его выиграла крупная и вполне себе приличная компания, которая принадлежит вашему коллеге по ЗАГС Собранию. Почему это случилось только сейчас, когда в процесс вмешались антимнополщики, а к самому конкурсу были допущены нижегородские компании? В моем понимании это так же, как с нашим Борским мостом, как с многими другими объектами. Конкурс, как, допустим, реконструируется 9-й корпус в Кремле, когда конкурс затачивается под конкретную организацию, под конкретных людей. Видимо, в Дзержинске тоже по Белому морю, по Черной дыре затачивается. Точно так же здесь был заточен конкурс. И то, что вмешались антимнопольщики, и произошла экономия на 400 миллионов бюджетных средств, и победила серьезная нижегородская компания, я считаю, это небольшая победа антимнопольного комитета и наших налогоплательщиков. А вот эта экономия, как вы считаете, не скажется на качестве работы? Думаю, что абсолютно не скажется, потому что владельцы этой компании, которые выиграли конкурс, серьезные бизнес-интересы в регионе, и потерять лицо ради того, чтобы заработать дополнительных 50 или 100 миллионов рублей, я думаю, что он на это не пойдет. Это не серьезно? Это не серьезно, потому что иначе у него квартиры не будут покупать. Сегодня он позиционируется как строитель хорошего жилья по достаточно низкой комфортной цене, и лицо он терять не будет, это точно. Хорошо. Вторая сделка – это покупка Сергачевского сахарного завода. Завод у татарского Акбарса приобрели акционера агрохолдинга «Аевганациональ», который принадлежит Дмитрию Рожанову, известному в Нижегородском регионе бизнесмену. С одной стороны, кажется, что предприятия попросту подготавливали к продаже, а с другой стороны, это похоже на некий политический пиар чей-то. В моем понимании происходит следующее. Мы видели, что эта компания пару лет назад даже президенту во Вьетнаме задекларировали, что они будут строить завод за полтора миллиарда долларов. Президент пожал руку, фотографии в офисе лежат, висят, но на этом все закончилось. Тоже так же, как сегодня этой компании принадлежит больше 70% нижегородского рынка как гарантирующему поставщику, я думаю, что покупка Сергачевского завода – это подоплека, во-первых, для того, чтобы увеличить тарифы для нижегородцев, для промышленности, для сельского хозяйства. Они сейчас активно этим занимаются. В результате на 10, 15, 20 копеек поднимут, и вот вам, пожалуйста, полтора миллиарда Сергачевский завод. То есть это, на мой взгляд, это профанация. Сделано под выборы, потому что то, что показывает сегодня средство массовой информации, сытые лица мальчиков, которые туда пришли на завод, они не похожи на аграриев, не похожи на хороших менеджеров и производственников. Я думаю, что это сейчас пиар-компания, ничего более. Но если у них получится, я буду рад, что хотя бы частично область будет себя обеспечивать сахаром. Но надо понимать, что этого все равно сахара недостаточно, так же, как недостаточно мощности лукоила, чтобы обеспечить топливом. Ну, по крайней мере, несколько сотен рабочих мест будет в области сохранено. И особенно проблема в том, что мы в Сергаче недавно так ездили, там вот эти гурты перезимовали под зимой, свекла гниет. Ну, даже если эти ребята, ничего у них не получится, вырежут все на миндалом, как мы это видим, происходит с нижегородскими заводами, в накладе они точно не останутся. Ну, вот слишком тяжелый шлейф у ребят, которые за всем этим стоят, начинают энергетики и профанации, которые они в области и в стране пропагандируют. Также на нашей неделе Владислав Егоров упомянул, что возможно повышение уровня госдолга региона. Вот расскажите в подробностях, потому что Владислав Иванович буквально в двух словах только сказал, и для нас показалось это некой такой информационной бомбой. А так есть, мы уже к этому привыкли. То есть, 10 лет назад в области госдолг был порядка 5-6 миллиардов рублей, и на его обслуживание тратилось не так много денег. Сегодня это больше 70 миллиардов рублей, и в прошлом году потрачено на обслуживание госдолга больше 4 миллиардов рублей. В этом году заложено на обслуживание госдолга больше 6 миллиардов рублей. Это в основном кредиты коммерческих банков по сумасшедшим ставкам, которые сегодня существуют на рынке. Но опять же, это профанация. Что делается? Это воровство, по-другому я это не назову. Что за 10 лет увеличено количество чиновников и госаппарата, количество помещений, которые они занимают. Украли, по-другому я не скажу, трамплин, который у нас был, как и Филева башня сегодня бы стоял, и весь город затыкан этими синими заборами. Но зато опережающими темпами вперед конкурса строится 9-й корпус Кремля. Опять же, для чиновников, для госаппаратов. Посмотрите, везде они. Раньше все, вот при Немцове, при Склярове, при Ходорове, все сидели в Кремле. Сегодня Костина 2 всю заселили. Ашарскую и новый офис приобрели. Ну, понимаете, это вот, наверное, для этого. Я не вижу ни увеличений поголовья скота крупного рогатого, ни сильного промышленного взрыва экономического, не считая военно-промышленного комплекса и атомщиков, которые никак не связаны с деятельностью нашего правительства. То, что сегодня там показывают, нажимают кнопочки «Газель-Некст» или там то, что «Сибур» «Рус-Винил» сделал. Но область к этому не имеет никакого отношения. Это просто так географически сложилось, что вот Дерипаска и Олег Перов занимаются своими предприятиями. Я понимаю, что, ну, что-то бы вот развивали малый и средний бизнес. Для того, чтобы увеличивать налогооблагаемую базу, область сегодня десятки, сотни, а то и тысячи сокращает рабочих мест. Через принятие закона о торговле, через то, что убираются ларьки, где они традиционно ставили в шаговой доступности. Но я не вижу, чтобы область была заинтересована увеличением налогооблагаемой базы. Займут кредитов, наберут, чемпионату мира построят, чего-то достроят. Ну, после 2018 года, понятно, что никто из сегодня власть, придержащих в области, не сохранится у руля, не будут работать. То есть им уже абсолютно безразлична ситуация, что будет в области после чемпионата мира по футболу. Владимир Анатольевич, спасибо большое за участие в программе. Спасибо, всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»